Предновогоднее время богато на приятные события. Славянский район еще раз подтвердил то, что его по праву называют территорией спорта. По-настоящему радостным событием стало для очень многих спортсменов торжественное открытие Центра единоборств «Медведь». Наша съемочная группа побывала на этом важном мероприятии. В Славянском районе действует свыше 300 спортивных сооружений. И материально-техническая база спорта продолжает улучшаться. Новый объект распахнул свои двери для славянцев. Им стал замечательный Центр спортивных единоборств «Медведь» имени Андрея Ефимовича Низанова, известного учителя, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Славянска на Кубани. Центр отвечает высоким стандартам и станет местом подготовки самбистов, дзюдоистов, борцов, хагвандистов. Почетное право перерезать символическую красную ленту было предоставлено перспективным юным спортсменам. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко поздравил славянцев с ярким событием в спортивной жизни муниципалитета. Один из девяти спортивных комплексов, который построен по поручению губернатора Ленина Ивановича Кондратьева сегодня здесь, в Славянском районе. Мы благодарим, конечно, и за ответственное отношение к администрации Славянского района, что сегодня мы здесь с вами можем уже находиться, и уже с следующего года полномасштабные начнутся тренировки. Тренировки по самбо, тренировки по дзюдо, по спортивной борьбе, по контактным видам спорта. Глава Славянского района Роман Синеговский от имени жителей района поблагодарил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за содействие в реализации этого серьезного проекта. Благодаря краевой программе, вот сегодня совершилось чудо, яркое событие в Славянском районе, мы с вами открываем зал «Единопол». Это излюбленное место для славянцев. Сюда приходят взрослые, деки. И благодаря славянским тренерам наши ребята успешно занимаются, занимают призовые места на разных уровнях соревнований. И я уверен, что показатели будут еще лучше. Символический ключ от спортивного комплекса министр физической культуры и спорта Краснодарского края вручил юному самбисту Марату Хорошуну. Затем с показательными выступлениями выступили борцы и самбисты. Программу продолжили воспитанники отделения Тхэквондо. Они не только демонстрировали отработанные приемы, но и раскалывали дощечки акцентированными ударами. Почетные гости сфотографировались вместе с участниками торжественного открытия. Объект построен, объект готов для того, чтобы сюда заходили тренеры, тренировались наши спортсмены. Кто-то делал первые шаги, кто-то делал вторые шаги. Но в любом случае здесь идет становление личности. Почему именно единоборств? Потому что именно патриотизм, именно преодоление трудностей идет через единоборств быстрее, сильнее. И если вы обратите внимание на выступления спортсменов, именно в единоборствах спортсмены продолжают выступать под нашим российским флагом. Серафим Тимченко отметил, что в спортивной политике на Кубани особое внимание в настоящее время уделяется развитию массового спорта. Идет основа, начальная подготовка, дальше идет спортивный резерв, и, конечно, потом спортивное мастерство. Поэтому в силу того, что сейчас ограничены старты, мы пытаемся проводить мероприятия уже с участием стран Содружества, стран СНГ, стран ближнего зарубежья, в том числе стран БРИКС. Но, тем не менее, фокусность сейчас смещен на массовый спорт. После завершения торжественной части открытия Центра единоборств состоялись товарищеские встречи для самбистов и борцов. Участники мероприятия, тренеры, спортсмены и все, кто причастен к этим видам спорта, были очень рады, что все это произошло. Сейчас в данный момент тэквондо очень широко распространяется, не только у нас здесь в Славянске, по Краснодарскому краю, России, в мире. И как олимпийский вид спорта он прогрессирует очень сильно. В данном случае у нас, ребят, занимается где-то около 280 человек. И самая большая перспектива – то, что у нас наконец появился свой зал. Ну, естественно, что дает свой зал? Это, во-первых, он оборудован строго под тэквондо. Второе – то, что в нем можно будет проводить сборы, даже краевые. У нас все это позволяет. Ребята растут, очень много интересов проявляют к этому виду спорта. И каждый раз мы замечаем какие-то результаты. То есть мы даже уже выступали и на международном уровне, ездили в некоторые страны, показали себя неплохо, ребята. И я думаю, с вот этим вот появлением зала мы дадим еще больших результатов. Для того, чтобы успешно овладеть приемами из нескольких десятков спортивных и национальных единоборств, а также различных систем самозащиты, стоит заняться самбо. Это универсальное единоборство давно уже известно ребятам в Славянском районе. И сейчас у него появились новые возможности для развития. Впервые в районе такая база у нас, скажем так, открывается. Для ребят на самбо очень много, ну, сейчас большой спрос идет у молодежи, у детей. Ну, то есть я думаю, что нас ждет бурное развитие и только вперед. Это очень большой шаг и для соревновательной деятельности ребят. То есть будем часто проводить, будем приглашать, будем сами бороться. Славянец Марат Хорошун не так давно увлекся самбо, но уже стал серебряным призером престижных соревнований. Меня этот вид спорта заинтересовал тем, что тут много бросков и техника очень интересная, бросковая именно. Я занял второе место на краевых соревнованиях в Армавире. Мне очень нравится этот зал, мы будем трудиться, стараться, заниматься упорно. Спортивная греко-римская борьба – отличный способ стать сильным, уверенным в себе, дисциплинированным. Этот вид спорта очень популярен у нас. Вот едем на соревнования, развиваемся. То есть делаем все, чтобы, во-первых, отвлечь ребенка от улицы, во-вторых, дать ему навык, умение для того, чтобы он реализовал себя, завоевал то, что он хочет завоевать. Вот. Вот. С этим, с нашим залом я связываю то, что, думаю, что борьба будет еще более популярна. Вот. Все. Есть возможность проводить соревнования не только районного, но и краевого, и всероссийского уровня. Я думаю, что детки пойдут, но наша задача как тренеров – работать, набирать, популяризировать. На трибунах во время открытия и после него было немало родителей, а также бабушек и дедушек юных спортсменов. Они очень рады, что заработал такой превосходный центр борьбы. Я очень-очень рада, что наконец-то произошло открытие этого спортивного комплекса. Долгожданное открытие. У меня здесь, в этом комплексе, теперь будет заниматься внук. Он вообще занимается с пяти лет самбо. И теперь, конечно же, я уверена, что в таких условиях прекраснейших, какие здесь детям предоставлены, будут хорошие достижения у детишек, будут хорошие победы. Итак, Центр единоборств «Медведь» широко распахнул свои двери для всех поклонников популярнейших видов спорта. У него, как и у делающих первые шаги в борьбе атлетов, все впереди. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».